Ещё один скучный день в этой дурацкой школе. А потом она всё-таки мне поставила самую высокую оценку. Савва, я так за тебя рада. Даже я так никому не подлизывалась. Виолетта! Эй! Привет. Приветик. Привет. Ева, ты что, магазин ограбила? Вовсе нет, просто решила утром на шоппинг сходить. Я уверена, что в этих пакетах много чего приклонненького. Я еле донёс эти пакеты. Опять тратишь деньги на всякую ерунду. А я не согласен. Если человеку важно выглядеть хорошо, то он считает нужным тратить на это денежные средства. Спасибо, Савва. Не зря все в школе говорят, что ты, Савва, зануда. Виолетта, да как ты себя ведёшь? И вправду, Савва не занудовая, с ним просто бывает неинтересно. Ну уж спасибо, друг. Лучше бы за собой следила. А меня всё устраивает. А ты думаешь, умным быть легко? Нет, конечно, не легко. Аня, вообще-то не с тобой разговаривают. Хоть когда-то в этой школе будет утро без ссор или нет? Лучше быть и умной, и красивой, как я. Ага, конечно. Это самое смешное, что я слышал за последнюю неделю. Аня, я бы на твоём месте лучше не смеялась. Ладно, давайте лучше к уроку готовиться. Отличная идея. Я им докажу, что я могу быть умной. И они все обалдеют. Как обычно. Пойду посмотрю, куда это она пошла. А ты что здесь делаешь? Тебя ещё? А ты что с собой сделала? Ну мне же никто не верит, что я могу быть умной. Поэтому пора сменить имидж. Всё понятно. Что тебе понятно? Что ничего у тебя не получится. Это ещё почему? У тебя вон все руки в татуировках. А умные люди без них ходят. Блин, не получается. Ты бы их ещё зубами сгрызла. Точно. Не получается. Виолетта, меня сейчас страшнит. Давай тебе лучше я помогу. Ага, я помню, как ты мне последний раз помогала. Я ещё неделю с дома не выходила. Потому что все руки и лицо были красные. Я тебе уже объясняла, что я перепутала мицеллярную воду с уксусом. Ладно, походу другого выхода у меня нет. Сейчас, минуточку. Фух, ну вроде всё. Ладно, пойду я. А то ещё дела есть. Давай, вали. Что ты сказала? Я хотела сказать. До встречи. И, кстати, хотела сказать, что умные девочки носят юбки, а не рваные джинсы. Пока. Тоже мне советчик. Как же всё-таки тяжело притворяться вежливой. Бэ. Что-то Виолетта мне совсем в последнее время не нравится. Нет, ну и тебе. Такая злая, вечная и хамит всем. Скучаю по временам, когда мы с ней хорошо общались. Да, даже я с ней тогда лужил. Не знаю, что на неё нашло. Ой, Ева, прости, я не хотел. И почему я не удивлён? Я бы на тебя обиделась, но сейчас есть дела поважнее. Вот и хорошо. А я думал тебе уже шоколадку дарить. От шоколадки я бы не отказался. А я от шоколадки и не отказываюсь. Считай, что я тебя простила. Так что с Фиолеттой будем делать? А я считаю, что ничего не надо делать. Она перебесится и всё вернётся на свои места. Даже не знаю. Артём прав, мы должны немного подождать. Ну ладно. Как вообще девочки передвигаются в этих юбках? Или не перебесятся? Виолетта, что это с тобой? А что? Не ожидали? Блин. Будь вежливой, вежливой. Соберись, Виолетта. Я говорю, чего-то новенького захотелось. Ты это видишь? Если честно, не ожидали. И на кого ты снова пришла орать? Чего вы такого плохого мнения обо мне? Я пришла с вами играть. Что-то я ей не доверяю. Ладно, давай с нами тогда. Чем занимаешься? Да так, роман читаю. И много прочитала? Да. Вот 50 страниц здесь минут прочитала. А, понятно. А я вижу, ты перевернутые книжки читать умеешь. Блин. А так, читать удобней. Ну-ну. Я пойду. О, девочки. Вы уже тоже видели. Ага. Не понимаю, зачем она это делает? У меня такое чувство, что Виолетта хочет доказать, что она лучше нас. Популярно ей не нравлюсь. Ботанши тоже. Может, они вообще со мной дружить не хотят? Разве нельзя просто нормально общаться без этих фокусов? Надо будет с ней обязательно поговорить. Вы что, Виолетту не знаете? Ее просто так не переубедишь. Это точно. Надо что-то новое придумать. Может, сделаем вид, что она круче нас? Вопрос только, сколько это продлится? Но все равно, стоит попробовать. Ладно, пошли. А то еще на урок опоздаем. Подождите, а что это? Похоже на страницу из дневника. А давайте прочитаем. Мы это читать не будем, потому что это, скорее всего, Виолетты. А лучше отдадим ей и поступим как настоящие друзья. Ладно, пошли. Пойдем. Ну сколько нужно этого шоколада съесть, чтобы поумнеть? Виолетта, это я. Пусти, пожалуйста. Блин, очки надо одеть. Подожди секунду. Ты еще долго? Ну, может, не заметит. Я уже не мог ждать. Проходи. Кажется, у тебя очки поломались. Так это ж новый тренд. Ходить с поломанными очками? Типа того. А ты что вообще пришел? Чего? Поговорить с тобой хочу. По поводу чего? Может, уже хватит этих экспериментов? Мы уже поняли, что ты умная. А может, мне нравится в таком образе? По количеству бумажек в твоей комнате у меня складывается чувство, что ты просто любишь есть шоколад. Вообще шоколад полезный. А еще от него поправляются, если его много есть. Я не могу поправляться. Вот сам смотри. Ну давай, давай. Аааа, что? Как? Плюс 5 килограмм? А я же говорил. А может, это не ваше дело? Мы вообще-то за тебя переживаем. Не надо за меня переживать. Я сама справлюсь. Ну, как знаешь. Все. Мне нужно домашнее задание делать. Пока. Пока. О, еще одна шоколадка. Стоп. А вдруг я еще больше поправлюсь? Ну, от одной ведь ничего не будет. Да, можно будет еще раз в ту кафешку сходить. Ага. Аня, Слоп, это что, Виолетта? Первый раз я вижу с таким большим количеством книг. Надо бы ее разбудить. Виолетта, просыпайся. Да что ты, с ней как с маленькой? Смотри, как надо. Что это? А, это вы. Ты что, все утро училась? Скорее всего, ей просто в книгах удобно спать. Аня, прекрати. Да я что-то зачиталась и уснула. А чего вы так странно на меня смотрите? Ну, как бы это сказать. Ну, ты лучше сама посмотри. Вот, держи зеркало. А-а-а-а. Что с моим лицом? Тебя обсыпало. И скорее всего, от плохого питания. Виолетта, а может быть уже хватит? Да подумаешь, прощи. Это ведь не главное. Я надеялась, что ты перебесишься. Привыкайте к новой Виолетте. Походу, ее уже не спасти. Ага. Ладно, пойду в библиотеку. Нет. А-а-а. Ай. Очень смешно. Надо что-то делать. Нужно с мальчиками посоветоваться. Если вы нас собрали здесь, то получается у вас тоже ничего не вышло. Именно. Как же меня уже бесит эта Виолетта. Я даже к ней домой ходил. И как? Да никак. Еще и получил от нее. Я так устала. Так устала от нее. Так, Аня, не нервничай. Ты лучше вон поешь. Тебя это успокаивает. Меня из-за Виолетты стали учителя меньше любить. Они ее еще и нахваливают. Даже не знаю, продолжать мне быть ботаншей или нет. Да, я бы очень хотела обернуть прежнюю Виолетту. Возможно, хотя бы так вы перестанете вечно скандалить. Только сначала было бы неплохо придумать, что нам делать. Аня, ну ты почти все круассаны съела. Но я не речу. Ты сама мне сказала успокоиться. А может проблема не в Виолете? А в ком-то другом? Так, мы сейчас не об этом. А давайте заставим Виолетту первой сдаться. Идея хорошая. Но как мы это сделаем? Я думаю, вы, девочки, в этом больше разбираетесь. Ну мы бы могли делать все то, что любила делать Виолетту до того, как стала ботаншей. И тогда она не выдержит и вернется к нам. Только надо начинать немедленно. Кто знает, где она сейчас находится? Она либо в классе, либо в библиотеке. Тогда мы с Евой в класс, а вы в библиотеку. Погнали. Как же я не хочу выкидывать все свои наряды. Я их и так люблю. О, Виолетта, ты тут. А мы тебя везде искали. Ну я решила после библиотеки сюда зайти. Виолетта, а чем ты тут занимаешься? Решила в шкафчике убраться. Ведь книги важнее, чем наряды. По-моему, ей совсем плохо. А ты не хочешь сегодня после школы ко мне домой пойти? К тебе? Ай, 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 ай. Что-то я совсем невнимательная стала. Где-то я это уже видела. Ага. Ну так что, Виолетта, идем ко мне после школы? Ну, хорошо, приду. Вот и отлично, до встречи. На, берешь, когда будешь подходить. Наконец-то. Ой, мои любимые цепи. Кстати, Виолетта, я тебе сказала сказать, а что это ты тут делаешь? Я? Нет. Говорю же, вещи складываю. А разве тебе не должно быть все равно на всей этой цепи? Я? А тебе показалось? Ну-ну. Ладно, я просто хотела тебя попросить, чтобы ты чего-нибудь к чаю купила. А то у меня дома совсем ничего из еды нет. А зачем покупать? Я же могу что-то приготовить. Все, я пошла, до встречи. Давай. Ой, ненавижу готовить. Что Виолетта на кухне так долго делает? Готовят нам какие-то вкусняшки. Ничего, ничего, она скоро сдастся. Все, тихо. Ну, вот, надеюсь, вам понравится. Ммм, как вкусно. Виолетта, я не знала, что ты так вкусно готовишь. Ммм, просто нужно знать хорошие магазины, где продаются вкусные пирожные. Виолетта, а может быть, устроим фотосессию? Да, мы с Аней нашли кучу классных идей. Да нет, мне такое уже не интересно. Да ладно тебе, это же твое любимое занятие. И у тебя, кстати, круто получается. Да нет, я телефоном уже пару дней даже не пользуюсь. Он дома лежит. Жаль, а я думаю, тебе бы понравилось. Ай, секунду. Ты же говорила, что не носишь его с собой. Все, не могу говорить, позже наберу. И как это называется? Да это он случайно в кармане оказался. Ой, Ев, а я и не знала, что у тебя такая прикольная игрушка есть. Вы зачем-то пугаете? С каких это пор ты начала бояться? Пауков. Ну они ведь такие противные. Вообще-то мне это Саба подарил. И я у нее романтик. Ты бы я еще змею подарил? Романтик. Я, наверное, домой пойду, а вы тут веселитесь. А почему так рано? Может, еще немного посидим? Мы ведь толком и не пообщались. Да мне просто домой пора. Всем пока. Пока. Походу, у нас ничего не получится. Я вам говорила, что Виолетта эгоистка. Эй, это точно. Никого, кроме себя, не видит. Как мы с ней раньше дружили? А я до последнего надеялась, что она изменится. Кстати, Ева, а ты отдала Виолетту страницу с ее личного дневника? Нет, я думала, это Саба сделал. Блин, я совсем забыл. Саба, ты вроде умный, но такой невнимательный. А может, почитаем, какие она там гадости про нас пишет. Нет, ребята, это будет очень некрасивым поступком. Но таким способом мы узнаем, почему она к нам так плохо относится. Это уже хоть что-то. Быть умной реально сложно. Но не знаю, как у Сабы это получается. Он большой молодец. Несмотря на то, что Артем не сильно хочет со мной общаться, он очень веселый. Аня очень клевая и стильно одевается. И Ева тоже. Только не знаю, почему они все стали плохо реагировать на мои шутки. Я ведь всех их очень люблю и ценю. Погодите, получается Виолетта. Все время думала, что мы не хотим с ней общаться и поэтому так себя вела. Вот это мы дураки, ребята. Мне аж неудобно перед Виолеттой. Виолетта! Почему? Виолетта, мы все знаем. Прости нас, пожалуйста, мы тебя не хотели обижать. Мы тоже тебя очень сильно любим. Очень-очень. Я ведь ради вас это все делала. Мы знаем, поэтому ты самая лучшая. Погодите, вы что, читали мой дневник? Ох, голова. Погодите, вы что, читали мой дневник? 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 Продолжение следует...